Еще вот тема, тоже много вопросов поступает, уже говорила, освещала. Когда вы покупаете новую птицу? Конечно, как говорится, вы делаете как хотите. Даже если вам сказали, что они пропойны. Вакцинированная птица сейчас очень редкость. Это очень только в больших фабриках, действительно, с конкретными хорошими хозяевами. И то это надо смотреть за содержанием. Все остальные, как говорится, могут сказать, что она вакцинирована. На самом деле нет. Значит, вы купили птицу. Ну, дайте ей чуть-чуть дня, недели две, недели три побыть отдельно. Не соединяйте вы ее со своими питомцами. Потому что, говорю, в этом году у нас был птичий гриб. Завезли из Тульской области и все. На нашего района не дошло. Людиного заставили вырезать птицу. Даже если она не была больная. Вот. Подержите птицу на карантине. Если у вас мало, ну пропаите вы ее сами. Как говорится, в любом случае раз в три месяца птица должна пропаиваться. На рынке в любом случае продает трехмесячных цыплят. Не, как говорят, четыре с половиной месяца. Нет. Все это фикция. Обязательно надо глистовать. Особенно вот вы купили, они не проглистованы. Выпускаются на землю. Ведь там же они сидят в клетках. Не забываем. Когда они с клеток попали на землю, полностью не защищены, ничем не пропоены, ничего не сделаны. Там они у них сидят, идет распыление антибиотиков прямо в воздух. И поэтому птица там постоянно на антибиотике. И, как говорится, антибиотик поддерживает ее более-менее иммунитет. А у нас в простых хозяйствах такого, конечно, шанса нет, но и не надо. Так что в любом случае, когда вы привезли птицу, обработайте ей. Даже можно помыть лапы, чтобы не занести заразу. Не соединяйте сразу ее, конечно, со своим стадом. Подержите, посмотрите, пропоите, чтобы не было потом жалко. Да, потом жалко. Потом птица становится красивой, уже опереная, как говорится, уже выхоленная на ваших кормах. Вы выкладываете столько много труда. А тут раз и печалька. Потому что зараза, что сальмонеллез, что коксидиоз развивается постепенно. Если бронхит, слышен, как говорится, хрипы, все это птица, сопри могут быть, то перестаньте меня кушать. То, как говорится, сальмонеллез, с коксидиозом они не видны. Они пока уже размножатся там внутри, начинают птицу сжирать изнутри. Это наподобие, как говорится, рака, когда он сжирает изнутри человека, да и у птицы тоже есть рак. Так что, пожалуйста, будьте чуть-чуть внимательны. Чуть-чуть с первого раза, когда вы купили, приложили, вот чуть-чуть. И все. И потом птица пойдет у вас прекрасно, будет вас радовать и яичками, и мясом. Так, Василий меня там изучает сзади. Этот кусак, конечно, получился красивый. Перья у него вообще сзади шикарнейшие. Такое впечатление, как шахматная доска. Вот он такой красавец у нас получился. Они у меня, да, почти не то, что ручные, но они ходят за мной, летают и летают, прилетая даже к соседям. На, иди сюда. Иди нахожусь. На, иди сюда. Куда ты захотелся, тетя? Куда ты захотелся, тетя? Ой, ты меня вообще. Что? Я посыплю потом на дочке. Будут вопросы, задавайте с удовольствием, увижу, отвечу. Большое спасибо, что вы присылаете свои вопросы. По возможности я, конечно же, вам отвечаю. Спасибо.